и аллилуйя киромара рома дуще рома и аллилуйя слава тебе божия за этот замечательный вечер господь спасибо тебе за милость твою за любовь за победу божья который ты раскрываешь в наших жизнях я молю тебя святой израиля благослови боже благослови господь чтобы этого помазание действовала и раскрывалась так как ты желаешь господь благослови боже чтобы мы действительно во время этой трансляции господь даже может быть физически не видят друг друга но соединялись божьем духовном мире господь взаимоскрепляющими связями твоей любовью чтобы твоя любовь боже она раскрывала твою победу в жизни каждого из нас господь мы все так тебе нуждаемся больше мы все это спорт нужно в тебя ты наш отец божий а мы твои дети божия без тебя господь мы ничего не можем ни встать неси если божий мы благодарны тебе за то что ты есть у нас мы благодарны тебе за то что ты уже победил мы благодарны тебе раскрывающий свободу жизни твоих детей мы благодарны тебе за то что даже когда в этом мире карантин, даже когда всё вокруг как-то тяжело, Боже, Ты позволяешь нам войти в полноту Твоего шаббата, Твоей свободы, Твоей радости, Твоей победы, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты живой и Ты реальный, раскрывающийся на шеях. Я благодарю Тебя за то, что Твоя власть, Боже, она не упразднилась, и Твоя любовь, Господь, она обновляет наши жизни, даёт нам эти новые возможности, Боже, познавать новые грани Твоей святости и Твоей любви, Боже, Твоей милости, Господь, в жизни каждого из нас, высвобождая нас на те добрые дела, которыми Ты предназначил нас исполнять, Господь. Я благодарю Тебя, Ишуа, я благодарю Тебя за то, что Ты Бог Святых. Слава Тебе! Шалом тем, кто уже подключились, и шалом тем, кто дальше будет подключаться. И давайте, друзья мои, мы, наверное, немножко помолимся. Я буду больше молиться на русском, но Вы молитесь в духе. Оксана, шалом! Катюша, шалом! Шалом! Там ещё кто-то точно подключался и видел. Вот, пусть Бог сильно-сильно благословит, наполнит. И давайте мы ещё немножко подождём, молитвенно подождём, и дальше мы... У нас сегодня вообще будет такой, как завершающий урок, который касается нашего внутреннего состояния, и со следующего урока мы уже переходим конкретно к молитве. Сегодня мы проводим, как бы такую, я бы сказал, ставим точку работы с собой, и дальше уже мы поставим жирную точку, когда снимут карантин, мы вместе сможем встретиться и доразобрать те моменты, которые до сих пор нам нужно было разбирать в своих жизнях. Дорогие мои, давайте немножко помолимся в духе. Аллилуйя! Танюша, шалом! Вероника, Оля, шалом! У нас одни сёстры. Сёстры просто молодцы, сёстры вообще бойцы. У нас наши дорогие сестрички, они показывают братьям пример, как правильно нужно двигаться вперёд. О, Томаш, шалом! Машенька, шалом! Женечка! Это вам персональный шалом. Вот, потому что очень редко с вами видимся, и очень приятно увидеть здесь хотя бы. Аллилуйя! Боже, благослови! Я молю тебя, дорогой Дух Святой, просто раскрывайся, как ты желаешь. Давайте мы немножко помолимся в духе. Хорошо? Там Леночка, Ванечка Бусыгин, братья тоже здесь, братья дорогие, которые с Бусышкиным, вам тоже персональный, огромный шалом. Лена Диаконова тоже. Ух, какая красота! Шаломище тебе, Леночка! Пусть Бог сильно-сильно благословит. Ой, Женечка, а тебе какой шалом! Пусть Бог накрывает своей любовью, раскрывая свою победу, раскрывая свою жизнь, раскрывая свою радость. Вот, и давайте помолимся в духе. Аллилуйя! Слава тебе! Слава тебе, погружающий нас, наш Небесный Господь! Я благодарю тебя, Господь, за то, что, погружаясь в тебя, мы погружаемся в глубины, которые находятся на высоте Небес. Мы благодарны тебе за то, что твоя глубина, она сокрыта в высоте. И нам не нужно искать какого-то физического дна, но нам нужно стремиться к тебе, Боже, тянуться как раз точки к тебе, как источнику жизни, тому, кто даёт жизнь Божию. Я молю тебя, Боже, помоги нам, Господи, просто соединиться в этом стремлении к тебе, соединиться, Боже, в этой жажде по тебе, соединиться, Боже, чтобы тебе было легко изливать твою любовь на нас, как на твоих детей, Господь. Я молю тебя, Святой Израиль, просто благослови. Открывай, Боже, наши уши для слышания, Господи, наши сердца открывай, чтобы мы были готовы слышать и видеть от тебя, Боже, чтобы мы были готовы принимать от тебя и меняться, Боже, менять свои жизни настолько, насколько ты сегодня желаешь, чтобы мы их, Боже, меняли для тебя. Я благодарю тебя, Господь, за твою раскрывающуюся победу. Ух, дорогие братья из Репцентра, вам тоже огромнейший шалом. Всех вас крепко-крепко обнимаю. Вот так вот просто. Саша. Ой, и мама. Фу, какая красота. Вот главное, чтобы мама том же понимала, но Еве большой-большой шалом. Вы знаете, так радостно, когда мы можем соединяться. И я верю, скоро мы будем видеться, радоваться. И я думаю, что мы, наверное, только в расстоянии друг от друга начинаем понимать, насколько мы ценны друг для друга и тем более ценны для Бога. Очень приятно, очень приятно. Юлечка, Настечка, Серега, Ух, Саша. Всем большие шаломы. Аллилуйя. Слава Тебе. Слава Тебе. Давайте еще пару минут помолимся в духе. Аллилуйя. Боже, я благодарю Тебя за Твою раскрывающуюся победу, за Твою радость, за Твою славу, Господь. Я благодарю Тебя, Бог живых. Я благодарю Тебя, Бог неба и земли. Я благодарю Тебя за тот покров, Боже, который Ты простираешь над нами, как над Твоими детьми. Я благодарю Тебя, разрушающий всякие твердыни врага в жизнях Твоих детей. Я благодарю Тебя, Бог милости, Бог святой и Бог живой. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Слава Тебя, Господь. Слава Тебе. Слава Тебе. Боже, мы прославляем имя Твое на каждом месте, где мы сейчас находимся, Господь. Мы прославляем Тебя, великий наш Машея Хишуа. Боже, Ты достоин всей славы. Ты достоин всей чести, Боже. Ты достоин всей любви, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты нас спасаешь Твоей любовью через Твою совершенную жертву, к которой Ты пришёл, Господь, и открыл нам путь в небеса. Мы благодарны Тебе за то, что Ты привлекаешь нас, Господь, и Ты уже нашёл нас сиянием любви, сиянием любви прямо из сердца нашего Небесного Отца. И я молю Тебя, чтобы Твоя любовь, Твоим теплом, Боже, она простиралась и растекалась в наших жизнях, в наших семьях, Боже, в жизни наших близких, родных, Господь, чтобы мы раскрывались для этой полноты в Твоей победе, Боже, Бешемишу. Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Аллилуйя, Боже, слава Тебе! Господь, без Тебя мы ничего не можем. Боже, без Тебя мы ничего не можем. И я благодарю Тебя за то, что в наших немощах раскрывается Твоя победа, Твоя любовь, Твоя слава и Твоя жизнь. Ну, я думаю, пока к нам присоединяются остальные наши дорогие товарищи. Еще раз всем, всем большой шалом! Всех очень приятно видеть, по крайней мере, через чат. И я думаю, что вам не менее приятно меня таки слышать. вот, и еще раз хотел кое-что сказать, что сегодня у нас такой, как бы, ну, завершающий урок, который имеет отношение к разборам своей души, своей внутренности, где мы просто вникаем в себя. И уже со следующего урока мы потихонечку уже будем начинать двигаться, конкретно в ключе молитвы. Вот. И сегодня мы просто доразбираем вообще, что такое твердыни, чем их едят и как их выплевывать. Потому что у каждого из нас на протяжении нашей жизни, у некоторых даже на протяжении верующей жизни, могли образоваться какие-то твердыни. Я сейчас объясню, что такое твердыня. Ее, это слово можно перефразировать, как крепость. То есть какие-то крепости врага. Есть божьи твердыни и есть вражеские твердыни. То есть есть божьи крепости и есть крепости врага, которые враг мог понастраивать в наших разумах, в наших сердцах. И это те твердыни, которые, ну, как бы, через которые приходит поражение в нашей жизни. И когда мы уже много лет находимся в подобных обстоятельствах, ситуациях, и через какие-то моменты приходят какие-то поражения, то мы как бы думаем, что мы слабые, мы не в состоянии справиться и так далее, и так далее, и так далее. И как раз, я думаю, сегодня мы завершим завершим урок с твердынями. Вот, и уже когда мы все вместе встретимся, мы проведем, я думаю, пару таких служений, разбора разных твердынь с консультированием, с молитвами покаяния и отречения уже в личном виде, ну, в личном формате, потому что в онлайне, я думаю, есть вещи, которые мы не в состоянии сделать. Но я сейчас говорю в первую очередь к тем людям, которые являются членами нашей общины в Санкт-Петербурге. Если вы член какой-то другой общины или вы находитесь в другом городе, важно, чтобы вы, возможно, может быть, даже в эти дни или когда закончится карантин, если у вас нельзя встречаться, чтобы вы потом встретились уже с теми людьми, кто имеет духовную власть в вашей жизни. Хорошо, начинаем. Мы в предыдущие четыре урока разбирали целый ряд вещей, через которые в нашей жизни может иметь место дьявол. Мы разбирали тему непрощения, мы разбирали внутренние клятвы, мы разбирали разного рода проклятия, и мы еще там всякие вещи разбирали. Я вам хочу сказать, что на самом деле пять дверей может быть гораздо больше, чем те пять дверей, про которые мы с вами говорили. И действительно может быть гораздо больше. Но важно, чтобы мы начинали смотреть, действительно ли есть где-то в моей жизни законный доступ врага. То есть если враг имеет законный доступ в мою жизнь, это как раз это место и есть как крепость врага в моей жизни. Вот. И давайте я просто кое-что прочитаю. Вообще значение слова «твердыня». Ну тут как бы есть несколько значений, одно я уже сказал. Буквально укрепленное место, то есть крепость. Система мышления, противоположная Слову Божьему, которая позволяет демоническим духам укрываться и иметь свое место и работать в наших жизнях. Еще раз повторюсь, что некоторые вот эти вещи, они настолько могут как бы срастаться с нашей душой, что мы даже можем не понимать, что это какая-то внутренняя проблема. Мы иногда думаем, что это мы такие, и мы даже не мыслим, что мы что-то можем изменить в этой области своей жизни. И для этого нам нужно понять некоторые вещи. Первое. Мы должны понимать, что Ешуа заплатил полную цену за жизнь каждого из нас. То есть он не выкупил нас из какой-то части наших проблем, он заплатил полную цену. То есть что он сделал? Он пришел для того, чтобы своей святой кровью очистить нас полностью от власти греха, лукавства, от власти этого мира, от власти дьявола. Для того, чтобы мы могли войти в жизнь вечную, то есть разбить вот эти все оковы. То есть иногда в жизни нас, как верующих людей, годами могут находиться какие-то серьезные проблемы по одной очень простой причине, потому что некоторые из тех проблем, которые у нас есть, мы, возможно, их не считаем как за проблему, и, возможно, мы их не считаем как за грех. К примеру, ряд людей, которые приходили к Богу, включая меня, по целому ряду причин. Я, когда пришел к Богу, я уже был очень уставший. Изначально у меня была серьезная проблема, которая была связана с наркотиками. Я считал, что это самая главная, основная проблема, но я не понимал, что эта проблема – это как плод других проблем, которые были до этого в моей жизни. И эти другие проблемы, они как бы открыли меня для вот этого проклятия наркоманской зависимости. Или наркоманская зависимость, она напрямую связана с оккультизмом, а оккультизм напрямую связан с бунтом. То есть это как бы вещи, которые все переплетены друг с другом. Это вещи, которые нельзя что-то вырвать, а что-то оставить. Если ты вырываешь что-то, а что-то оставляешь, оно рано или поздно все равно даст плод. Вот этот плод, какое-то проклятие опять откроется. А за этим проклятием откроется следующее проклятие. И мы должны понимать, что нам нужно разбираться не просто с плодом, а с самим корнем. Этот корень отсекать из себя. Или, можно немножко по-другому перефразировать, когда мы приходим к Богу, по сути, мы почти все приходим, уничтоженные этим миром. Конечно, есть некоторые люди, у которых было все хорошо. И тут Божья любовь их так накрыла. И они узнали, что есть Бог, который их любит. Резко оторвались. Когда, как, к примеру, наш прадец Авраам, который был князем в своей земле халдейской, и тут в жизнь пришел Бог. Почему он начал доверить Богу? Я думаю, что это как раз напрямую связано с тем, что он знал лично сердце нашего небесного Отца. Возможно, это главная причина, почему он вырвал себя из своего родства, вырвал себя из своей земли, из своего положения и пошел в неизвестность, потому что он знал, что Бог, он не может ему предложить что-то, что будет хуже, чем то, где он жил. И он знал, что то, что этот Бог, это лучшее для него. Но это исключение, к сожалению. И еще раз повторю, к сожалению, многие из нас пришли к Богу не по причине хорошей жизни, а по причине целого ряда поражений, которые пришли в нашу жизнь по причине проклятия, греха, проклятия, может быть, заработанного, возможно, проклятия родового, возможно, проклятия там, в той территории, где мы находились или находимся, неважно. Но большая часть из нас пришли, потому что больше не могли терпеть той жизни. и вот тут как раз возникает один вопрос. Когда мы приходим, от чего мы хотим избавиться и куда мы хотим дальше идти? И вы знаете, вот представляете, на нас может висеть такая цепь, очень тяжелая цепь. И каждое звено этой цепи это как бы какой-то грех или, давай скажем, какая-то отдельная дверь к какому-то проклятию. И Бог пришел, чтобы не вырвать какое-то звено, которое тяжелое, потому что это звено, возможно, нам нравится, к примеру, глут. А это звено наркотика, от которого кумарит, я хочу вырвать его из своей жизни. Или звено там сребролюбия мне нравится, или черевогодие мне тоже нравится, ну и так далее, и так далее. И вот тут может быть такая огромная цепь. И в большинстве случаев люди очень долго освобождаются от каких-то проблем не потому что Бог не сильный в их жизни, но потому что они не дают Богу раскрыться совершенной жертвой именно в тех областях, которые мы как бы оставляем для себя, считая, что это хорошо и нормально жить для себя. И Бог пришел, чтобы разорвать всю эту цепь. И тогда мы по-настоящему входим в Божью свободу. Но, но есть определенные вещи, которые иногда может быть такое, что мы что-то не сразу знаем и что-то не сразу понимаем. Но по мере нашего погружения в служение Богу, потому что в Библии сказано, что Бог нас спас на добрые дела, и Бог нас спас, чтобы мы служили Ему. То есть, если вы пересматривали прежние уроки, а если не пересматривали, то я очень советую, потому что все эти уроки они следуют один за другим, и сегодня мы ставим точку. Если мы понимаем, что наша жизнь на Божьем основании, то тогда шма по-настоящему раскрывается в нашей жизни, и наши уши они слышат, и мы готовы действовать в том, что хочет сегодня для нас Бог. И даже если это не совсем приятное шествие, оно будет наполнено Божьей любовью, и как вроде бы некоторая внутренняя теснота, не внутренняя, а внешняя теснота, она никак не будет стеснять ту свободу, которая есть внутри каждого искреннего верующего ребенка. Хорошо, читаем. Вот, еще раз, твердыня это крепость, это крепость, которую мы можем считать как вроде бы за что-то, что, ну, как вроде бы наша слабость. Ну, вот я такой слабый, я не могу бросить курить, к примеру. Я такой слабый, я не могу заниматься, бросить там, ну, к сожалению, бывают ситуации, когда там консультируешь некоторых братьев, они начинают рассказывать о том, что они не могут там когда-никогда доглядишь, где-то порнографию куда-то вылезут или еще чего-то. А на всякий случай порнография это проклятие оккультизма, это колдовство. И это такое проклятие, которое влечет, то есть это, знаете, оно влечет очень серьезное следствие. И мы уже на одном из уроков немножко разбирали ситуацию с Давидом. Давид, он должен был идти делать то, что он должен был делать, но он не пошел, и когда он остановился, тот раз он заглянул в интернет и увидел Версавию. Знаешь, что, пошел себе прогуляться, и когда пошел гулять, он увидел красавицу Версавию, которая была замужней женщиной, сблудил, как следствие этого блуда она забеременела, в дальнейшем, чтобы скрыть этот блуд, то есть грех тянет грех, чтобы скрыть этот блуд, он убил ее мужа и так далее, и так далее, и так далее. И это закончилось, по сути, серьезным поражением внутри семьи Давида. Я вам хочу сказать, и это длилось не в одном поколении, а из поколения в поколение были эти поражения. Мы должны понимать, что за каждым нашим неправильным поступком всегда есть следствие, и также за нашим правильным поступком тоже есть правильное и хорошее следствие. Хорошо. И, конечно же, враг, он будет делать все, чтобы мы не избавлялись от наших проблем, он будет делать все, чтобы эти твердыни, они как бы продолжали быть нашими, чтобы мы оправдывали себя, почему мы позволяем этим твердыням находиться в наших жизнях, не сокрушая их власть, он будет обманывать, лукавить, где-то льстить, где-то запугивать, он знает душу каждого из нас, знает, как мы реагируем, но когда мы открываемся для слышания голоса Бога, и когда мы просто открываемся для Бога, то тогда мы начинаем реагировать совершенно не так, как того хочет дьявол. И, вы знаете, тоже приведу один небольшой пример. Когда-то в моей жизни был один случай, ну, уже это не секрет, что я в прошлом достаточно долгое время употреблял тяжелые наркотические вещества, конкретно много лет сидел на разного рода опиуме, вот, и я помню, как я пытался от этого избавиться, я помню, как меня лечили, меня закрывали, но надолго меня не хватало. Я помню, как там надо мной смотрели какие-то там мои старые друзья, они наблюдали, чтобы я не употреблял ничего, и при них я действительно держался, но желание употреблять оно всегда было. И тут я каюсь, каюсь, действительно, пришел на шаббат, на шаббат я покаялся, слезы такие, крокодили, реально пережил Божью любовь, такую радость, я увидел, какой этот мир прекрасный. Помните, да, как песня Амстронга? Ах, какая хорошая песня, как прекрасен этот мир. И это реально, это реально переживание спасенного свыше человека. И тут проходит короткое время, буквально дни 10, когда я перестал употреблять наркотики, и ко мне домой приехал один мой старый друг, который привез мне домой вот эту заразу, от которой, повторяю, прежде я не мог отказаться, и я первый раз в жизни смотрю, и я ее просто не хочу. Я сам себе не поверю. То есть Бог, Он дает нам правильное желание и освобождает нашу душу от этих мертвых желаний и похоти, если мы действительно открываем для Него эти области своей жизни, своей души. Так, читаем. Сатана знает, что мы поверим истине о Боге, что если мы поверим истине о Боге, тогда ему будет кирдык, конец, или как я люблю говорить, слово гоплык. Гоплык это такой крюк, на который на мясобойне вешают туши. Тогда ему будет действительно конец. Вот, Иоанна, 8 глава, 32 стих. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Мы знаем, что Ишуа, он и есть истина, и нам нужно познавать его, так как он уже познал нас. Поэтому в Библии сказано, чтобы мы вникали в себя и вникали в учение, вникали в Божье Слово. И особенно, знаете, очень интересно, мне очень нравится это место, когда Бог через Маше обращается к Иисусу на вину и говорит, поучайся в этой книге день и ночь. Это книга, которая учит нас узнавать характер Бога и познавать, кто Он есть для нас на самом деле. Потому что если мы узнаем Его как истину, то эта истина действительно освобождает шаг за шагом, поэтапно, но очень уверенно от всякого греха нашей жизни. в Божью свободу, в жизнь вечную, чтобы мы могли, как Божьи победители, получая эту награду, которую Бог уже приготовил для каждого из нас на небе, войти в Божье небо. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Сатана пытается удержать нас в околах страхом, блефом или ложью. Второе послание Коринфянам, 10 глава, с 3 по 6 стих. Давайте еще раз я повторю, чтобы вы могли записать. Второе послание Коринфянам, 10 глава, с 3 по 6 стих. Ибо мы, хотя во плоти, не по плоти воинствуем, то есть наша брань, она не против крови и плоти. Мы не должны кому-то бить морды или лица, если так нежнее сказать. Мы не должны знаете, как там помните, некоторые люди смиряются плетками себя, хлыстаятами и так далее. Нет, наша брань она не против крови и плоти, но против духов злобы, которые витают под этими небесами и опольщают, запугивают, льстят, лукавят, лукавством как-то пытаются заставить войти в бунт. Потому что знаете, идолопоклонство это и есть бунт против Бога. Любого рода идолопоклонство, что такое идолопоклонство? Это мечтание, желание о себе. Всякий бес, он тебе не будет рассказывать стань моим рабом. Он тебе сначала расскажет, что ты будешь иметь все, только сделай малое. Начни делать это или обмани, или оболги кого-то, или еще что-то сделай, или пойди уколись, или укради, или, ну, он знает, как разводить людей. Ибо мы ходим во плоти, но не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими мы не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога. И пленяем всякое помышление в послушание нашему Машиаку. И готовы показать всякое непослушание, готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. То есть в Библии сказано в другом месте, говорится, вначале смирись перед Богом и тогда противостань. То есть вначале будь послушен Богу и тогда ты можешь восстать против всякого непослушания, восстать против дьявола, который по сути является отцом бунта, отцом лжи, отцом непослушания, который рассказывает, зачем вам слушаться кого-то, делать то, что ты хочешь и будешь жить, как ты хочешь. И этим самым он через этот бунт людей вводит в рабство. И нормальных, искренних, верующих людей начинают, знаете, что иногда рассказывать? Послушай, да ты посмотри на вот этого несовершенного служителя, на этого пастыря, посмотри, он косноязычен, он заикается, он путает буквы в словах, когда говорит. Да, да, так же говорили про первых апостолов, посмотрите, они же идиотас агроматос, безграмотные, рыбаки, фу, их рыбой воняют, что они могут нам тут рассказать в этом, в Иерусалиме, в храме, где мы с самого детства знаем всю йоту, каждую йоту закона. Но Бог через вот этих людей действовал в такой силе, что те, которые знали все, они были посрамлены, потому что, к сожалению, иногда, когда мы начинаем кичиться нашими знаниями, познаниями, и приписывая этому какую-то, знаете, что вот мы такие совершенные, там еще какие-то так, вот, я такой, это хорошо быть начитанным, хорошо, когда ты, твой ум открыт к ученичеству, это хорошо, когда ты узнаешь новые грани какой-то жизни, новые грани Божьей любви, когда ты узнаешь и ищешь пути, Божьи пути для себя, это хорошо, когда ты развиваешь свой разум, это отлично, это хорошо, но это не повод для того, чтобы я этим кичился и превозносился на теми, кто, возможно, знает меньше, чем я, и, возможно, менее грамотный, чем я, но мы должны хвалиться познанием нашего небесного Отца, и действительно ли мы его знаем, ты можешь знать все, ты можешь даже Тору знать все, вот и то, ты можешь на всеми дроши, но при этом быть пустышкой, самой настоящей пустышкой, потому что если нет внутри тебя сути, то это все пустышка, это все кинвал звучащий, пустой звон, зачем же нам попусту звенеть, давайте будем узнавать того, кто является настоящим источником всей жизни, хорошо, так, друзья мои, давайте читаем дальше, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится, хорошо, давайте мы просто подведем такую как бы черту, как заключение, еще раз, фактически все основные твердыни, потому что, кстати, гордость это тоже твердыня, превозношение это тоже твердыня, чего я должен кого-то слышать или слушать, если он, к примеру, не прочитал там все собрания Пушкина, Толстого, там не знает Гомера, не знает того сего, не играет на гитаре, не трубит вуна шафаре, не играл на пианино и не дудил в дуду, друзья мои, неважно, кто на чем не играет, главное, чтобы не играли на нервах друг с другом, это самое главное, и главное, чтобы мы каждый, я бы сказал, упражнялись в познании нашего Небесного Отца, помогали друг другу раскрываться в этой жажде, разбивая те твердыни, которые не дают нам по-настоящему открыться для познания Его, для полноты Его любви, для полноты Его святости, вот, и первое, давайте я просто прочитаю, что нам нужно делать, чтобы разобраться и разрушить твердыни врага, первое, свергни все, что возвышает тебя перед познанием Бога, как это сделать, давайте, вы запишите на всякий случай, первое, чтобы мы свергнули все, свергни все, что возвышает тебя перед познанием Бога, или свергни все, что является большим желанием желания познания Бога, первое, как это сделать, ну, хорошо, что, знаете, у нас есть наставники, вот, и я очень рад, что у меня тоже есть наставники, слава Богу, я всегда был под одной властью, одной общины, никогда не бегал из-под одной власти в другую, не говорил, что эта власть хуже, или эта власть лучше, делала ли моя духовная власть какие-то ошибки по отношению ко мне, наверное, делала, но если ты искренне желаешь, повторяю, если ты искренне желаешь найти Бога, то Бог даже эти ошибки твоей власти будет использовать во благо самому тебе, вот, давайте, может быть, скажу, один такой интересный когда-то, много лет назад, мой лидер, замечательная сестра, которая служила, ну, давайте скажем, зависимым ребятам, там всякие бывшие заключенные, почти все евреи почему-то эти ребята были, вот, пригласила меня на одну встречу, такую жесткую встречу, потому что там ребята были себя не очень хорошо, ну, так как зэковское прошлое сказывалось, вот, зэковское, всякое, бандитское, вот, и она говорила, слушай, Андрей, ты просто понаблюдай за мной, если тебе что-то не понравится, если тебе что-то не понравится, то ты потом мне просто скажешь, как бы, свое мнение, как я себя провела по отношению к этим людям, и собрала на этих людей, которые, по сути, они, возможно, ходили в общину, но большой вопрос, насколько они были рождены свыше, вот, может, кто-то и будет рожден, но, опять-таки, большой-большой вопрос, и она как бахнула этих бедных зэков, бывших некоторых авторитетов, и они, вы знаете, я удивлялся, что эти бывшие авторитеты, зэки, они в смирении все это дело выслушивали, кто-то где-то там возмущался, но все равно было видно, что она действует во власти, но я просто поставил себя на место и я понимаю, что я бы так не поступил, я бы точно как-то повел бы себя помягче, кто меня знает близко, я редко могу прямо в лоб сказать какие-то жесткие вещи, я иногда буду как бы так говорить, чтобы не сильно ранить того человека, который поступает, возможно, как-то неправильно, вот, а тут просто в лоб, причем со мной она так никогда не поступала, вот, и когда закончилась эта встреча, она мне спрашивает, Андрей, скажи, ну, как прошла встреча? Я говорю, ты знаешь, я бы, наверное, так жестко я бы не поступил бы, я бы объяснил бы ситуацию, но сделал бы это очень мягко, бы как-то обошел бы какие-то острые углы, но так ты, конечно, ты их нормально обидела, как по мне. И она меня тоже параллельно бахнула и говорит, ты находишься в осуждении, хотя я не собирался никого осуждать. Она говорит, ну, ты находишься в осуждении, и просто я сделал то, что мне, в принципе, попросили. Была ли это ошибка? На сих пор не знаю. Но я вам хочу рассказать, что было дальше. Дальше, после этого, во мне образовалось определенное твердыние, потому что, когда она мне сказала, что я в осуждении, я действительно впал в осуждение. Думаю, ну, ты же меня сама попросила, чего, тем более ты, женщина, ты меня попросила, я тебе сказал мое мнение, и ты меня за моё мнение жбахнула. И я помню, я на неё обиделся, расстроился. И я обратил внимание, что вот эта внутренняя обида, она как бы отрезала меня, как, знаете, вроде бы от Бога. Я перестал находить шалом. Она, наверное, этого не чувствовала, не переживала, но я реально, как вроде бы, перестал находить шалом. Насколько по мне сказалось моё неправильное отношение. И я ходил месяц в таком состоянии, и через месяц я понял, что мне нужно прийти к ней и сказать. И я пришёл и сказал, что, слушай, когда вот это произошло, и когда ты сказал, что я в осуждении, я действительно тебя осудил, хорошо, что я через месяц хотя бы сказал. Потому что, если бы я не сказал, то через какое-то время это бы твердыня сидела бы в моей голове. И я потом бы не понимал, почему я реагирую, обижаясь на моих наставниках в каких-то ситуациях, где даже, возможно, они вообще ничего плохого не сделали, даже никакой ошибки нет. Но я уже как бы оцениваю под вот этим искажением. Это и есть твердыня. Твердыня искажает Божью реальность, которую мы принесли из мира. Или наши определенные предрасположенности, они могут сегодня тоже делать так, что мы можем как бы позволить каким-то дьявольским крепостям быть насаженными в нашем разуме, через которое будет искажаться Божья реальность в жизни нас, как нормальных Божьих детей. С нами кто-то говорит, но мы можем думать, что на нас кричат. Нам кто-то говорит в любви, но мы уверены, что это осуждение по отношению к нам. Или нас вообще не имеют в виду, но мы уверены, что тут просто про нас все говорят и так далее, и так далее. Это одна из тверды, которая связана с этим внутренним бунтом. И даже если когда-то кто-то с тобой обошелся неправильно, это не факт, что ты должен сегодня так оценивать жизнь людей, тем более тех людей, которые представляют духовную власть в твоей жизни. И я через месяц пришел к моему наставнику и говорю, слушай, ты представляешь, ты когда вот это мне сказал, я тебя осудил, она говорит, так тебе нужно каяться. Я говорю, ну да, мне нужно каяться. И что вы думаете? Я покаялся. И как только я покаялся, тут же вот это все чепуха на мбак, я думаю, ну она такая хорошая, такая добрая. Как я мог на нее обижаться? Как я мог думать, что она не пытается что-то со мной сделать не то? Вы знаете, осуждение, это, знаете, такое проклятие, через которое мы можем иметь потом очень многие проблемы в нашей жизни. То есть нам нужно свергнуть из своего разума вот эту власть бунта, потому что каждая твердыня дьявола, которую он пытается насадить в разуме нормальных Божьих детей или с которыми мы пришли и еще не разобрались, суть этого — бунт, осуждение и искажение Божьей реальности. Мы, разные люди, можем видеть одно и то же и совершенно по-разному оцениваем происходящее именно потому, что мы по-разному воспринимаем, исходя из того, что находится в нашем разуме. Мы как бы воспринимаем через определенные призмы. И для этого нам нужно свергнуть того, кто обманывает нас как Божьи детей из своей жизни, не позволить ему искажать Божью правду, Божью истину, Божью свободу, которую Бог уже призвал нас, который, как сказано, был послушен голосу своего небесного Отца аж до смерти крестной, для того, для того, чтобы нам дать эту свободу. Он пришел в совершенной жертве, чтобы были разрушены до самого основания все эти твердыни. Какая разница? Даже если вдруг с тобой кто-то как-то несправедливо когда-то обошелся, это не дает тебе права обижаться на Бога, осуждать. Но наоборот, Бог хочет избавить тебя от этой несвободы через излияние любви нашего небесного Отца через совершенную жертву нашего любящего Ишуа. И эти твердыни, они некоторых, повторяю, искренних Божьих детей могут держать в отверженности. Иногда бывает, смотришь на некоторых людей, которые, да, когда молитвы какие-то проходят, есть люди, которые, вот они как бы не входят в общий поток, но они где-то отдельно там, у них какое-то, знаете, свое такое мировоззрение, молятся. Не обращайтесь, друзья мои. Я вам точно говорю, это конкретно связано с отверженностью, с которой вам нужно разбираться, которая твердыни сидит в вашей голове и в вашем сердце. Разбирайтесь, потому что вы постоянно так или иначе будете переживать отверженность, несправедливость по отношению к себе, потому что внутри, возможно, сидит какой-то горький корень, который пришла пора вырвать основательно из ваших жизней. Хорошо. Свергни все, что не дает тебе познавать Бога. Еще один рецепт. Мы можем просто поклоняться Богу, помолиться и молитвенно, когда вошли в Божье присутствие, позадавать Богу вопросы. Что я хочу больше всего, какие главные желания в моей жизни, те желания, которые над желанием к Богу, это твердыни, это желания, которые можно назвать как идолы, которые не дают мне по-настоящему познавать любовь и жизнь моего небесного Отца. И я вам хочу сказать, что так или иначе мы все с этим сталкиваемся на каждом на своем уровне. Так или иначе мы это переживаем. Может быть, сегодня вошли в победу, но завтра, если мы здесь не пробдели, мы можем где-то что-то как бы упустить и исказить свое мировоззрение. Нам нужно каждый день смотреть за своими желаниями, кто является по-настоящему для нас истиной. И не пошли ли мы на поводу уложенной как бы истины. Хорошо, друзья мои? И тогда, когда мы свергнем в себя всякое безбожное бремя, тогда наш разум, он открыт для вот этого замечательного обновления в любви и познании нашего Иешуа, чтобы мы действительно могли благоухать его жизнью и любовью в те жизни, в те сердца, которые так нуждаются действительно в нашем небесном Отце. Потому что ясно, что Бог может действовать суверенно. Могу рассказать одну историю. Я как-то знал одного человека, обманщика. Этот человек, он с детства, там, подросткового возраста был в очень тяжелых обстоятельствах, там, его куда-то увезли, там, я не знаю, что с ним делали, занимали, ну, типа, проституцией он там занимался и так далее. Вот. И этот человек, он как бы с детства и подросткового возраста привык как бы адаптироваться к разным условиям. И ясно, что это все было связано с лукавством, потому что он пытался выживать. И уже, будучи взрослым, он как бы периодически находился в каких-то там монастырях православных. и исходя из этого он знал какую-то внутреннюю кухню православной церкви, он одевался как православный, приходил в какие-то монастыри, там ему какой-то священник когда-то написал письмо и под эту тему он, давайте скажем так, как бы питался, жил, ему давали деньги, где-то там участвовал в чем-то. И также он приходил к некоторым православным реформаторам, тоже разводил там кого-то на деньги, даже на случай одного известного реформатора он обманул на деньги. Вот, и через этого реформатора пока он еще там был как бы втирался в доверие, он состыковался с некоторыми пастырями некоторых церквей, протестантских церквей. А самое интересное, что я когда знакомился с этим человеком и он мне рассказывал всю эту историю, он рассказал про одну церковь пастыря, которую я знал, хотя это отсюда находится там наверное тысячи две километров или полторы по меньшей мере. Вот, знаете, мир он оказывается очень маленький. И он мне рассказал одну историю, что он как бы из-за того, что был связан с реформаторами, пришел в эту церковь, и он в этой церкви там, ну, типа как служитель, на самом деле, повторяю, он был как аферист. Я не знаю, как его не различили, потому что в принципе мы эти вещи почти всегда различаем. Вот, и он рассказал мне такую историю, что тот пастор с командой служителей взяли его молиться в больницу, и когда они его взяли молиться в больницу, он в больнице, говорит, я, говорит, я же приехал, точно знаю, что у меня нечестный, нечистый мотив, у меня плохой мотив, но когда он молился в больнице за людей, люди начали исцеляться. И это был один из моментов, который способствовал, ну, я не знаю, что сегодня с ним, но когда-то он, ну, тогда он, по крайней мере, он искренне рассказывал, как Бог действовал суверенно через его жизнь, и это открывало его сердце к покаянию. Вы знаете, ну, это, давайте скажем, больше как исключение. Хорошо. Вот, и когда мы обновляемся разумом, то тогда мы все подчиняем в послушании нашему Машииху, то есть мы подчиняем своей жизни, своей мысли в послушании, и тогда Богу очень легко действовать через наши жизни, Ему легко приводить в порядок Божий Седар, наш разум. Вы знаете, что наш разум, он должен быть припоясан к Божьим Словом, чтобы он, наши мысли, помните, как там, мои мысли, мои скаконы, чтобы они не раскакивались в разные места, чтобы наши мысли были соединены Божьим Словом и направлены на правильные Божьи цели. Вот, давайте прочитаю послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представить тела ваших жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. То есть, нам важно, чтобы мы не преобразовались с этим веком, с этим миром, но искали в своем разуме, в своем сердце, что такое воля Божья. А вы знаете, сегодня мы находимся в таком времени, когда все вокруг уже изменилось. Многие какие-то проекты, что-то поменялось, что-то там как-то все по-другому. И я вам хочу сказать, что когда мы не рассчитываем на свой опыт, но открываемся для Бога, то Бог, он начинает показывать и давать свою сверхъестественную мудрость, что мы должны делать, как мы должны действовать сегодня, чтобы действительно Божья воля раскрылась и совершилась в жизни каждого из нас. Вы знаете, как сказано в Писании, даже неопытные пойдут и не ошибутся. Мы с вами можем как раз идти как неопытные, потому что когда мы неопытные, нам ничего другого не остается, как цепляться за любовь нашего Отца, цепляться за Его Свет, цепляться за Ишуа и позволять Ему вести нас. Иногда наш опыт может губить нашу жизнь. Хорошо? Так, вот, и давайте дальше немножко посчитаем. Большую часть времени нам необходима помощь кого-то, у кого есть власть, и он знает, как молиться против тех вещей, о которых я сейчас говорю. Но я еще раз повторяюсь, нам важно понимать, что есть духовная власть. Вы знаете, особенно Санкт-Петербург это такой город, вы знаете, здесь разные площади непокоренных, улицы Восстания и так далее, и так далее, и так далее. Ну, много таких улиц в разных городах, но Петербург это город не одной революции. Это город Восстания. Это город, где бунт, знаете, он как бы заложен в сердце этого города, внутренний бунт. И здесь я вам хочу сказать, что даже среди церквей есть много людей, которые, они не признают над собой никакую власть. Они просто ходят в одну церковь, ходят в другую церковь, ходят в общину, ходят еще куда-то, и они считают себя, знаете, такими как бы членами Вселенской Церкви, но по сути это бесплодные, бедные люди. Когда-то к нам приходил, ну, те, кто сторожил о нашей общине, не помнят, такой дешевый Гондавид, он не один был, приходили разные пророки, и когда мы не признавали в них пророков, они очень сильно обижались, и они говорили, будет проклятие на этих людях, короче говоря, много всяких людей, обольщенных дьяволом, которые находятся в Бориче, в Бобиде, и они не признают никакой власти над собой. Смотрите, даже апостол Павел или Ребешауль, который был среди всех апостолов, ну, наверное, давайте скажем так, особенным апостолом, потому что он был призван один, Ешуа воскрес Шил. Те все апостолы были призваны Ешуа, когда он еще жил, и когда он умер и потом воскрес, они продолжили его дело, и пошло сильное движение Духа Святого, но апостол Павел, он был призван напрямую дешево воскресшим, когда Бог его остановил на пути в Дамаск, и он сказал, не тяжело ли тебе идти против вражна, и потом Бог учил его, как правильно действовать, и Павлу было открыто многое, чего не было открыто другим. Этот человек, послание которого мы читаем, наверное, в большей части книг Нового Завета, И я вам хочу сказать, что апостол Павел Мусей, кто вы такие? Я был призван напрямую Ишуа воскресшим, он так говорит Гагалатом, говорит, я был призван не людьми и не через людей, но Богом, отцом и сыном его Ишуа. Он утверждал свое апостольство, когда там были люди, его не слушали, но для него было важно благословение тех апостолов, которые почитали столпами веры. Для него было важно благословение. Он знал, что нужно иметь над собой определенную власть. Мы должны понимать, что Бог использует людей, людей власти. И мы должны понимать, что если мы не принимаем над собой Божью власть, которой наделены люди, друзья мои, не обольщайтесь. Вы тогда не принимаете самого Бога. Как бы вы ни рассказывали, иногда достаточно, как сказано в Писании, просто открыть свои грехи перед нашими братьями, и тогда Бог освободит и очистит своей кровью от этой несвободы греха, разрушая власть проклятия и раскрывая настоящую Божью свободу. Большую часть времени вам необходима помощь кого-то, у кого есть власть и кто знает, как молиться против этих твердын, против всяких этих вещей. Важно, чтобы у нас были те люди, которые имеют духовную власть в нашей жизни и доверяют нам. Нам важно иметь таких людей. И если у тебя есть проблема с доверием тем людям, которые имеют духовную власть в твоей жизни, тебе нужно разобраться, почему у тебя есть проблема. Как я только что рассказывал свой личный пример, когда мой наставник, я до сих пор не знаю, правильно он поступил или неправильно, но я дальше поступил неправильно, когда осудил своего наставника. И мне нужно было разбираться в моей части, да, чтобы вырвать этот горький корень из моей жизни, потому что этот горький корень, он не давал мне идти за Богом. Для нас очень важно разбираться и не быть судьями для тех, кто нас ведет, но разбираться со своими грехами, проблемами, горькими корнями. Ну, конечно, если мы видим, что наши наставники поступают не по Писанию, конкретно грешат, нам нужно точно с этим разбираться, но мы не должны молчать. Нам нужно разбираться, и тем более те, кто знает наши общины, у нас каждый человек имеет над собой духовную власть, включая меня. Каждый человек имеет над собой духовную власть. И вы знаете, что мы можем разбираться с каждым человеком не как с каким-то, знаете, царем, а как с братом, обличая брата. И когда апостол Павел, он рассказывал галатам, он говорил, что меня апостолы, извините, Петр, Иоанн и Яков, почитаемые столпами веры, они подали ему руку общения, они признали в нем апостольство и благословили его на служение к неевреям. Впоследствии Павел, апостола Петра, рэбе Шимона, то есть рэбе Шауль, обличал рэбе Шимона за молодушество, но при этом рэбе Шимон, он в общинах имел гораздо большую власть, чем рэбе Шауль. Понимаете? Это нормально, когда мы поднимаем какую-то неправду, но по-братски пытаемся с ней разобраться, чтобы эта неправда была сокрушена, потому что главная цель дьявола использовать всякую ложь, неправду, сплетни, осуждение, искаженный взгляд на разрушение единства, через которое он поражает тех людей, которых отрывает из единства тела Машеха. Когда-то один очень известный служитель в одной очень известной книге, я специально не буду цитировать, говорить его имя, цитировать название этой книги, написал такие слова, что если брать людей, которые ушли от Бога просто по причине блуда, там, не знаю, еще каких-то других таких грехов, их окажется маленькая кучка на фоне этой огромной кучи людей, которые ушли по причине разделения, которые приходят через сплетни, осуждения и горький корень. Нам важно за этим следить, нам важно не позволять горькому корню селиться в сердцах наших дорогих братьев и сестер. Это очень важно, это очень важно. Нам важно разбираться, нам важно выходить из своей какой-то зоны. Ясно, что если, конечно же, наставник говорит, кто ты такой, что ты мне пытаешься рассказать, то, конечно же, простите меня, друзья мои, он не достоин того, чтобы быть таким наставником. Но, еще раз повторяю, мы в этом плане все знаем, что каждый наставник, он для кого-то наставник, но наставник, он и есть слуга. И каждый из нас призван в первую очередь быть слугой для тех, кто над нами и слугой для тех, кого мы ведем. И для этого Бог, он поставил нас, он поставил каждого, каждого и каждым из нас он восполняет, приносит полноту в тело нашего дорогого Ашеха. И Божья семья раскрывается Божьей любовью. Я очень не хочу, чтобы мы внутри боялись открывать какие-то вещи, какие-то проступки друг друга, но нам очень важно, чтобы мы действительно могли переживать эти отношения от сердца к сердцу. Если во мне есть какая-то неправда, пожалуйста, говорите мне о моей неправде, для того, чтобы я мог разбираться с моей неправдой. Потому что иногда мы можем что-то даже не замечать, иногда мы можем кого-то обидеть, даже сами того не понимая. Для нас очень важно раскрываться для полноты Божьей победы. Хорошо. Вот. Большая часть времени нам с вами необходима помощь кого-то, у кого есть власть, и он знает, как молиться против этих всяких твердынь, вещей и так далее. Так как вы находитесь в оковах, то вы не в состоянии освободить самого себя. Если бы вы могли, то сделали бы давным-давно. И неважно, какие есть установленные правила, которым мы следуем, неважно, потому что правила могут быть разные, и нет одного стандарта для всех, но нас освобождает Божья любовь и то помазание, которое приходит через открытие для принятия совершенной жертвы Ешуа в жизни каждого из нас. И ясно, что перед тем, как войти в свободу, или когда хотим войти в свободу, нам важно убедиться, повторяю, нам с вами очень важно убедиться, что мы действительно хотим разорвать эти оковы в нашей жизни, чтобы войти в полноту Божьей славы, Божьей победы. Вот Римлянам 8 глава 16 стих Этот самый Дух говорит Духу нашему, что мы дети Божьи. Действительно ли мы открываемся от этого сыновства, действительно ли мы Божьи дети, или мы ведем себя как дети не Бога. Потому что дети Бога они ищут, чтобы угодить Богу. А те дети, которые не Бога, дети этого мира, они ищут, чтобы угодить этому миру, при этом думая, что вы рождает самим себе, друзья мои. Дальше. Подчините всего себя Господу, положитесь полностью на Него и на Его силу, чтобы Он мог освободить нас. Ну, очень известное место, Евангелие Атеана 15 глава, 5 стих. Я есть лоза, а вы ветви. И кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Так, на секундочку приостановлюсь. Кому-то у всех все в порядке с интернетом? Надеюсь, что это не у меня здесь. Напишите, слышно хорошо меня? Пожалуйста. Напишите кто-то. Хорошо меня слышно? Интернет не пропадает? Или пропадает? Алло? Алло? Все хорошо? То есть это не у меня, да, потому что кто-то пишет, что у них проблемы с интернетом, и надеюсь, что это не у меня, потому что я, простите, вещаю из подвальчика. Хорошо. Вот, ну, аллилуйя. Ну, раз все хорошо, продолжаем дальше. Потому что у нас осталось не так много времени, и мы сейчас с вами завершим сильной молитвой. Хорошо. Друзья мои, и мы должны понимать, что многие твердыни, которые враг понасаждал в наших жизнях, да не многие, все твердыни, это то место, где враг, запомните это, все твердыни врагам нашей жизни, это место, где враг имеет законный доступ к нашим жизням. Так и запишите. Все твердыни врага, которые он имеет, которые есть в наших жизнях, это место, где он имеет законный доступ в нашей жизни. Пожалуйста, запишите это для себя, чтобы у вас это было просто отмечено, чтобы мы с вами себя не оправдывали. Ой, я бедный, несчастный, слабый человек. Ой, я вот это не мог, я потом пошел опять согрешил. Нет, это твердыня врага в твоей жизни, которая говорит тебе, что ты бедный, несчастный, слабый человек, а самая главная твердыня, то есть на чем она держится, на страхе, на саможалости, на горечи, на страхе открыть это тем людям, кто имеет власть, сделать это духовную операцию в твоей жизни, чтобы вырезать это из твоей жизни. нам важно понимать, что наша открытость перед Богом во многом связана с нашей открытостью перед теми людьми, которые нас ведут. Ты можешь годами молиться против какого-то греха, но при этом не открывать сути этого греха тем людям, которые призваны нести свободу в твою жизнь от этого греха, которые коснутся как бы свидетелями перед Богом, что ты исповедовал этот грех, суть этого греха, откуда он пошел для того, чтобы разбить раз и навсегда власть этой проблемы в твоей жизни. Хорошо, читаем. Лука, 4 глава, 18 стих. Очень известное место пророчества Аишуа, это один из моментов, который напрямую связан с призванием Аишуа в жизни каждого из нас. Там в этом месте заключается часть его призвания, потому что вторая часть говорится напрямую к народу Израиля, но здесь говорится также ко всем людям. Здесь говорится Дух Господень на мне, известнейшее мне место, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал исцелять сокрушенных сердцем. Друзья мои, Бог, Отец послал Аишуа, чтобы нас исцелять, у кого были сокрушены сердца, кто обнищали в этом мире, проповедовать пленным освобождение, пленникам этого мира, рабам этого мира, освобождение атаков этого мира, которое приносит горечь, печаль, которые забирают жизнь и приносят духовную, вначале духовную смерть, а потом физическую смерть. Но Бог, он пришел, чтобы проповедовать пленным освобождение, слепым, прозрение и отпустить измученных на свободу это благая весть каждому божьему ребенку которые приняли жертву ешуа то есть бог нас пришел вести в свободу и самое главное чтобы эта свобода она в дальнейшем не послужила к угождению нашей я бы сказал нашим каким-то похотям желаниями и так далее но чтобы мы эту свободу использовали по назначению дальше 2 коринфянам 10 глава 3 5 стих не потому что мы сами способны были помыслить что от себя как бы от себя но способность наша от бога и известное уже место первое послание от иоанна 1 глава 9 стих если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и отчасти очистит нас от всякой неправды друзья мы мы сейчас с вами помолимся заключительной молитвой этого урока но один очень важный важнейший ключевой момент когда закончится карантин мы проведем может быть одно длинное служение или может быть ну скорее всего одно длинное служение где мы как бы завершим вот эту сказал поставим жирную точку и будем разбираться со своей внутренностью и мы еще пойдем более глубоко по некоторым моментам которые сегодня осознательно не касаясь потому что их нужно касаться лично от сердца к сердцу лицом к лицу но я знаю что во время этих уроков бог целому ряду людей показывал какие-то вещи с которыми нужно было разбираться и большой вопрос разбирались ли вы открывали ли войти в вопросы своим наставником и сегодня давайте я сейчас помолюсь чтобы бог он продолжал помогать нам разбираться с нашими твердынями которые не давали нам открываться для полноты божьей любви и божьей жизни для каждого из нас боже я благодарю тебя господь ешу я благодарю тебя за твою совершенную жертву который ты пришел в этот мир чтобы разбить власть смерти власть греха власть ада окончательно и бесповоротно ты пришел чтобы спасать выводить измученных на свободу открывать двери для узников чтобы они выходили из темниц высвобождать измученных раскрывая твою радость божия твою благость твою любовь высвобождая нас на те добрые дела которым ты предназначил каждого из нас изначально исполнять через которое боже мы все совершаем наше радостное восхождение в наш небесный дом я благодарю тебя господь за то что даже живя в этом мире находясь возможно не некоторые из нас находясь возможно в каких-то тесных физических обстоятельствах сегодня могут по-настоящему переживать твою свободу эта свобода она может влиять я верю влияет уже на многие обстоятельства в наших жизнях я благодарю тебя за то что ты даешь нам может прозревать от спячки этого мира я благодарю тебя для многих которые сейчас прозревают у которых просто так пелена неверия она срывается я благодарю тебя за то что мы можем открываться может для этой полноты твоей любви для полноты твоей победы для полноты твоей радости господь позволяет тебе по-настоящему раскрываться в нашей жизни как истинному машеху ты наш царь ты царь божий над всеми царями и ты бог над всеми богами что нам этот мир что нам этот карантин коронавирус что нам какие-то препятствия в этом мире если ты среди своего народа творишь благо господь я молю тебя боже помоги нам сегодня находить тебя как истину нашей жизни чтобы ты нам показал завтрашний день чтобы могли войти в полноту этого завтрашнего дня господь пиши нишу слава тебе аллилуйя слава тебе всемогущий боже прославляем тебя великий наш царь прославляем тебя господь прославляем тебя господь аллилуйя всем большой шалом дорогие вас крепко всех обнимаю пусть бог сильно все благословит ну и до скорых встреч водит работ шалом